Здравствуйте, мои дорогие и любимые друзья! В прошлый раз мы были с вами на блошином рынке Ретро, расположившемся на территории завода Кристалл. И, конечно, делая обзор этого рынка, я не смогла ничего не купить. То есть, смогла не не купить. Поэтому, конечно, я сегодня сделаю обзор вещей, которые я там приобрела. И, в первую очередь, это замечательный кувшин, который очень похож на кжелевский. Но это не кжелевский кувшин. Если посмотреть его донышко, то там вообще нет никаких знаков. А по мазку я увидела, что это не кжель. И в конце фильма я сделаю... Вы увидите, как раз, чем отличаются кжелевские мазки. Там будет специальный фильм. Если вы до конца досмотрите, то увидите. Очень интересно. Но этот кувшин очень напоминает кжель. А вы помните, что в прошлом году я ездила в поездку к кжели и кое-что купила. И поэтому этот кувшин для цветов был мне просто необходим. Тем более, он и стоил не так дорого. А вы все помните, что главный секрет кжели – это мазки. Мазок – примета кжели. И главный прием – это правильное соотношение синего и белого. Или сочетание белизны заснеженных полей Подмосковья и прозрачно-синевые ясного неба. Но здесь это тоже есть. И поэтому вот этот рисунок синий с белым, он вообще всегда привлекателен. И вторая моя покупка как раз кжель. Посмотрите, здесь видно клеймо кжели. Ой, нет, я не так повернула. Но сейчас вы рассмотрите. И вот здесь опять же сочетание белого с синим. Посмотрите, как она идет к кувшину. Кувшин идет к ней. В общем, это прекрасное дополнение. Но самое интересное, почему я ее все-таки купила. Потому что это подставка под яйца, но не куриные, а перепелиные. И вот это вот вообще никогда не встречала подставку под перепелиные яйца. Мне это очень-очень понравилось. Мне это восхитило. И тем более такая аккуратненькая маленькая подставочка, где, ну, в общем, чудесно совершенно я решила ее купить. Она мне просто показалась необходимой. Ну, это моя вторая покупка. И сейчас я вам расскажу о своей третьей покупке. Третья покупка, она очень удивительная. Это солонка или перечница. Замечательная статуэтка. Опять же, не знаю, то ли индюка, то ли павлина. Ну, скорее, по красивой этой росписи, по сочетанию хвоста такого с золотом и разных красок, и красный здесь добавился. Наверное, все-таки павлина. Солонка ЛФЗ из СССР. Пятидесятые-шестидесятые годы. И здесь я хочу сказать, почему мы покупаем антиквариат, какие-то старые вещи. Ну, во-первых, конечно, они нам подходят, например, для какого-то сервиза. Они нам нравятся, мы хотим их приобрести, потому что нам не хватает или вообще, ну, в общем, почему-то мы считаем эту вещь необходимой. Но в том числе и за память. И вот в связи, почему я купила вот этого павлина, потому что для меня это воспоминание счастья. Мои родители молодые, они очень веселые, пришли как-то и принесли. Очень любили собираться с гостями. У них было очень много друзей всегда. Хлебосольный стол. И вот они купили такие интересные две фигурки павлина с большим таким хвостом и с менее такой вот, не знаю, может быть, это все-таки индюк, более скромный хвост. И это вот такая память, потому что они были тогда молодые, перед ними была вся жизнь впереди. Они потом очень многого добились, но это было неизвестно. Но они были полны надежды, счастьем, были вместе. Ну, это вот для меня было счастье. И четвертое мое приобретение. Это тоже память и воспоминания о конфетнице, сухарнице, фруктовнице. В общем, вазочке, которая была у моей бабушки. Это был прорезной фарфор. Конечно, эта вещь не совсем та, просто напоминает ее. Это тоже прорезной фарфор, причем он не просто прорезной, а здесь очень, как будто скручены веревочки. Очень замечательно так сделан фарфор. И это очень, не знаю, мне эта вещь очень понравилась. Она такая красивая белая, и вообще она идет вот ко всему. Конечно, здесь, если до этого была ручная роспись, то здесь, конечно, деколь. Это уже без сомнения. Но мне понравилась эта вещь еще и тем, что она такая нежная, белая. И я хочу сказать, по цене, если сравнивать цены, то я ее видела на мешке. Правда, это акцион-мешок, где можно продавать и покупать различные вещи. И цены там колеблются в зависимости, конечно, от рисунка и от вещей, потому что есть разный рисунок. Она колеблется где-то от 500 рублей до где-то, может быть, даже тысячи. Но я хочу сказать, что совсем не обязательно, что за эту цену купят. И я думаю, что вы, все те, кто смотрел мой предыдущий фильм, наверное, так и поняли, что я куплю эту вазочку. Потому что, когда я снимала, она мне так понравилась, что у меня камера просто задержалась надолго на ней. Ну вот да, я ее купила. Мне очень понравилось. Конечно, вещей много. Надо... Я даже немножко расстроилась, потому что шла туда с твердым намерением ничего не покупать. Уже все заставлено, ставить некуда. Но вот не смогла. Не смогла, да. Вот что-то надо с этим делать. Потому что тяжело уходить по рынкам, а тем более по таким, где столько вещей, в общем-то, не таких уж дорогих, а каких-то доступных по ценам. Да, это проблема. По клейму я так и не поняла, где производство. Но опять же, в интернете, на аукционе «Мешок» я увидела, что это Кисловодск. И, ну, вот это мне интересно. Да, я забыла вам сказать, обратили внимание, что она на ножке. Вот. Ну, вот это вот четвертая моя вещь, которой я очень-очень довольна. Вот это все мои покупки. Большое спасибо, что были со мной. И в следующий раз я вам покажу еще много интересного, потому что за это время я очень много где была. Я была и на Блошином рынке. Ну, скорее, это, опять же, антикварный рынок. Но я там никогда еще не была и первый раз его покажу. Я за это время была еще в очень интересных местах и все вам потом подробно покажу. А сейчас я с вами прощаюсь. Всего вам самого хорошего. Если кто не подписался, подписывайтесь, потому что действительно будет очень интересно. Ну, а сейчас вам предлагаю фильм про то, как нужно рисовать кжель. Чем отличается мазок кжеля от чего-то другого? Итак, приятного просмотра. До свидания. До новых встреч. Чем же кжелевская роспись отличается от другой росписи? Ну, во-первых, фирменный цвет кжельской росписи сочно-синий, ярко-голубой, васильковый цвет неба и воды. Всего одна краска. Синяя на белом фоне, а картина оживает, и появляются переливы синего от темного-голубого, в зависимости от нажима кисти художника. У художника всего одна краска, кобальт, которая приобретает синий цвет. Ее разводят водой, покрывают работу мазками, линиями. Самый излюбленный узор кжельская роза. Иногда она изображена крупно, широкими мазками, а иногда написана тоненькой кисточкой. То мы видим букет из нескольких роз, то цветы разбросаны по всей поверхности. А бывает и так. Самой розы нет, есть только ее лепестки. И еще фарфор украшает диковинными птицами и сцены из жизни людей. Кжельская роспись делится на три вида. Главная растительная роспись это травка, злаки, ягоды, веточки, листья, букеты и гирлянды цветов. Кроме роз изображают маки, георгины, лилии, пионы, астры, гвоздики, ромашки. Форма у них немножко условная. Есть орнаментальная. Прежде всего это шашечки. Несколько рядов сине-белых квадратов по бортику и поясок от водки для вдоль бортика. Сюжеты. Это природа и времена года. Итак, главный секрет все-таки это мазки. Мазок это примета к жели. Главный прием правильное соотношение синего и белого или сочетание белизны заснеженных полей подмосковья и прозрачной синевой ясного неба. Другое правило. Каждый последующий мазок отличается от предыдущего. Сначала на кисточку густо набирают краску. Далее с разным нажимом раскладывают кистью цветок. Первые мазки самые сочные, но по мере убывания они светлеют. Круглые лепестки цветка получаются либо четкими, либо мягкими, размытыми. Так рисуют многолепестковые цветки. После обжига цветок становится васильково-синего цвета. Есть мазок с тенями. Краска набирается на одну сторону кисточки и наносится легким круговым разворотом, то есть поворачивается вокруг черенка. В утолщенной части кисти краски больше, мазок темный. К середине краски чуть поменьше, мазок высветляется, а тонкий кончик оставляет совсем светлый след. Так получается разноокрашенная объемная розочка или листочек. А роспись одной кистью получается тогда, когда василек или веточка пишется одним набором краски на кисть. Тогда первые лепестки будут более темные, а остальные постепенно светлеют. Азбуки мазков дополняют другими элементами. Тонким кончиком кисточки наводят стебель, усики, завитки, прожилки на листике или штриховку. Иногда по синему цвету рисуют тонкими золотыми линиями и штрихами, которые как бы обозначают контуры. Но это дело вкуса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова